Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне почти 35 лет, и в принципе, если спросить, чего я добился, какое место в моей жизни, в моей жизни вряд ли я отвечу. Какое мое место в этой жизни, я вряд ли отвечу. Потому что я не знаю, в школе я не знал, кем хочу быть, в итоге родители решили экономический, хотя я гуманитарий. Дальнейшая работа и по профессии не сложилось, тут отступление. Меня строго воспитывали, держали в рамках, и на мой взгляд, меня это несколько забило. В школе у меня было мало друзей, но если я дружила, то от всего сердца, и мои немногочисленные подруги меня всегда предавали, хотя я, поэтому я на будущее очертила круг общения. В школе меня дразнили, в общем, самооценка была на нуле, что коллектив, то заработная плата. В итоге пошла работать в другую сферу. Искала себя, долго шла к творчеству, не дошла, вышла замуж и декрет рождения сына. И вот начала писать стихи, зарегистрировалась на поэтическом сайте, радости не было предела. Потому что однажды мои стихи раскритиковали, я бросил описать вообще. Но эйфория прошла быстро, мои стихи перестали читать и, наверное, понимать. Из этого я сделал вывод, что я достаточно бездарный. Ладно, пробовал вести блог по астрологии, горелая им администрация заблокировала мой аккаунт. Снова провал. Но самое печальное произошло вчера. Я решила покончить с творчеством, стихами и закрыть страницу. Это слезы, паника, учащенное сердцебиение, какой-то необъяснимый страх, ком в горле. Знаете, было такое ощущение временной комики, что ли. Сейчас я нахожусь в апатии, не хочу ничего и не понимаю ничего. Пропал стимул, я ощущаю себя никем, просто оболочкой. Возможно, все осложняется тем, что и в семье у меня сейчас напряженная обстановка. Нет взаимопонимания с мужем, нет поддержки, отдыха. Я поймал себя на мысли, что внутри, в области груди, как будто огромная глыба льда, которая не дает мне дышать. И, наверное, понятно, что я достаточно ранимый человек и принимаю все близко к сердцу. Я даже уже примерно представляю, от чего я умру и как. Но тут надо сказать, что, несмотря на эти черты, я достаточно упрямый в решении проблем. Иногда даже кажется чересчур, что есть мысль в лепешку расшибиться, но дойти до хотя бы какого-то результата. Я прошу помощи. Я хочу разобраться в себе в дальнейших действиях. Спасибо. Ну, на что бы я хотел обратить ваше внимание, это, в первую очередь, наглый бульда в области груди, которая представляет из себя обиды, скорее всего. То есть, скорее всего, то, о чем вы говорите, есть обиды. Вот, и эти обиды вам, в общем и целом, не дают спокойно жить. Вот, эти обиды вам мешают. Вы эти обиды не прожили. Их нужно выразить, их нужно прожить, чтобы вас в этом смысле отпустило. Обиды на всех, на родителей, на школьных друзей, которые предавали тогда. Следующий момент, это стремление кому-то что-то доказать. Вот, мне не прикидает ощущение, что все-все, что вы делали, все, что вы делали, из того, что вы описываете, по крайней мере, все это было сделано для того, чтобы доказать, что вы не безданные и что вы чего-то стоите. Ну, помимо того, что сама тенденция к доказыванию не есть, что-то хорошее, на мой взгляд, еще речь идет о том, что вы стремитесь к результату, нежели чем к процессу, например. Творчество невозможно без, так сказать, внутреннего желания творить. То есть, человек творит не ради результата, а потому что по-другому он не может. Вот, знаете, я сейчас записываю вам аудио-ответ, а в общем и целом не знаю, получу ли я обратную связь от вас или нет, сделаете вы мой ответ лучшим или нет. Я не знаю, записываю я, по сути, в пустоту. И я работаю так очень-очень много и очень-очень долго, понимаете? То есть, да, приятно, когда получаешь обратную связь. Приятно, когда люди говорят, спасибо, Андрей, там, вы мне помогли или что-то еще. Это приятно. Но бывают ситуации, когда ничего этого не происходит. Бывают ситуации, когда наоборот, люди говорят, Андрей, ты все неправильно понял. Ты все неверно истолковал. И чаще бывает, что никакой обратной связи вообще нет. И ничего. Ты все равно это делаешь, потому что тебе это нравится. Поэтому, на мой взгляд, вот, все, что вы делаете, вы сделаете ради результата. Даже ваша упрямость связана с результатом. Потому что результат, это то, на что вы можете опереться. На то, что вы можете продемонстрировать. Вроде бы. Но в действительности, это иллюзия. Потому что результат, как ни будь ни был, всегда будет недостаточен для того, чтобы как-то себя почувствовать. По-другому. Если вы не чувствуете себя так изначально. То есть, ваше самочувствие, ваше самоощущение как бы зависимо от результата. А это связано с тем, что вы пытаетесь кому-то что-то доказать. Например, доказать, что вы чего-то стоите. На самом деле, вы почувствуете, что чего-то стоите, если начнете проживать свои обиды, которые у вас есть. Дальше. Вот вы пишите. Простите, чего я добился и какое мое место в этой жизни. То есть, это про что? Это тоже про результат, на самом деле. Это тоже про результат. То есть, это история про то, что вы хотите именно чего-то добиться. И хотите именно определить, какое место в вашей жизни. Как будто бы вы плохо переносите здесь неопределенно. Потому что не всегда можно сказать, чего человек добился. Не всегда можно сказать, на своем месте он или нет. Чего добился я за время своей практики. Где мое место? Мое место в жизни это психолог? Не знаю. На данный момент мне это нравится. А потом, может быть, что-то изменится. И мне начнет нравиться что-то другое. И я буду заниматься чем-то другим. Вы себя пытаетесь сожжать в рамки. Вы пытаетесь быть успешной. На самом деле, больнее всего вам от того, что вы неуспешны. Но даже в этом кроется несколько более глубокая причина. Это то, что если я неуспешна, то я плоха, не имею права жить. Вот такое ощущение, что вы боретесь за свое право жить всю свою жизнь. Дальше. Ну, вы пишите, что родители, значит, решили экономически. Хотя вы гуманитарий, да? То есть, как бы, родители вас не слышали. Вообще, это, наверное, еще одна проблема. Что вам кажется, что вас не слышат. И вы обнимаетесь, когда вас не слышат. Наверное. Ну, в тот момент, чтобы научиться слышать себя. И стоять на своем. Тогда и люди будут вас слышать. Какой-то, какой мотив слышать вас сейчас. Дальше. Значит, в дальнейшей работе по профессии не сложилось. Ну, понятно, если вы гуманитарий, то в экономическом, как бы, на экономическом факультете вам делать нечего. Меня строго воспитывали, пишите вы, держали в рамках. И, на мой взгляд, меня это несколько забило. Само собой, только, что значит забило. Забило, это означает, что вы как раз-таки отказались себя слышать. В школе у меня было мало друзей. Ну, вы стеснялись и стыдились. Но если я дружила, то от всего сердца. То есть, можно предположить, что нарушали свои личные границы, жертвовали собой, приносили себя в жертву и позволяли себя использовать. Именно поэтому ваши подруги от вас уходили. Потому что они вас не ценили. Таких людей не ценят, таких людей используют. Но у вас есть ожидание, что если я буду дружить от всего сердца, то и со мной буду дружить тоже от всего сердца. Отсюда предательство. Предательство – это ожидание. И ваши ожидания связаны с вашими собственными потребностями. Вы на людей переносите то, чего хотите сам. Дальше. Вы пишите, что очертили на будущее круг общения. Что это значит, я не очень понял. В школе меня дразнили. В общем, наценка была на нуле. Но, к сожалению, в школе вам просто озеркаливали то, что вы сами думали и думаете о себе. То коллектив, то заработная плата. Не очень понятно, что вы имеете в виду. То есть, ну, наверное, понимать нужно так, что вас то коллектив принижало, то заработная плата. Обратите внимание, что угодно, кроме только вашего любимого дела. Я-то зачем нахожусь на работе? Я-то работаю для чего? Почему мне важен то коллектив, то заработная плата? Почему мне это важно, а не то, что я делаю, на что я трачу свою жизнь? В итоге, после работы в другую сферу, скорее всего, убежали от себя. Искали от себя долгое шлаг творчества. Не дошла. Вышла замуж. Декрет о рождении сына. Опять же, вроде бы, смена приоритетов у вас. Ну, то есть, предположительно, что вы влюбились, предположительно, что вы захотели жить человеком. Но нет ощущения, что вы это делали от счастья. Нет ощущения, что это был ваш какой-то свободный выбор. Напротив, есть ощущения, что вы просто искали стабильность. Начала писать стихи, зарегистрировалась на поэтическом сайте. Радости не было предела, потому что однажды мои стихи раскритиковали. Я бросил писать вообще. Болезненное реагирование на критику. С одной стороны, это неумение проживать боль от критики, потому что критика всегда неприятна. С другой стороны, это акцент на том, чтобы вас оценили через стихи. Понимаете, штука в чем? Штука в том, что, чтобы вы не делали, оценивать будет то, что вы делаете, а не вас. Вы хотите, чтобы приняли вас. Ну, так и необходимо учиться выражать то, что есть вы. Потому что творчество – это творчество, а вы – это вы. Дальше, эйфория быстро прошла, мои стихи перестали читать и, наверное, понимать. Вот опять же, вы обращаете внимание на то, как реагировали на ваши стихи, а не на то, хотелось ли вам их писать. Да? Из этого я сделал вывод, что это достаточно бездарно. Да? То есть, если люди перестали читать ваши стихи и перестали их понимать, то вы бездарны. Даже в этом высказывании, помимо всего прочего, наблюдается некоторое нелогичное. Потому что, если человек не понимает чего-то, это означает, что тот, кто вот это написал, то есть вы как минимум выше этого человека, как минимум на несколько уровней выше, раз вас не понимают. Дальше, пробовала вести блог по астрологии, горела им, администрация заблокировала мой аккаунт, снова провал. Обратите внимание, есть ощущение, что ваш блог по астрологии, это вот то, что принадлежит вам. То есть, это что-то ваше. И этим вы горели. Что у вас появилось что-то свое. А не тем, что вы хотели людям помогать. Ваш блог заблокировала администрация. Почему это провал? Вы нарушили какое-то правило. Правило. Раз вас заблокировали. Но вы называете это провалом. То есть, вы готовы к тому, что это провал. Как будто бы вы сами себя программируете на провал. Я решила покончить творчественными стихами и закрыть страницу. Но здесь, правда, заключается в том, что если вы хотите писать, то творчеством вы не покончите. Вы не сможете перестать писать. Если вы действительно хотите писать. Но вот эта драма, которую вы здесь подписываете, это потребность во внимании. Потребность, чтобы услышали вас. Обратили внимание на вас. Так вот, вам для этого не нужны стихи. Вам для этого не нужны посредники. Но мне кажется, что именно через посредников вы пытаетесь сделать так, чтобы вас заметили. Дальше. Вы пишите слезы, паника, утешенность, взрослобиение, необъяснимый страхом горла. Но это потеря чего-то своего и обидом. Счестно, я воплательный, не хочу ничего, не понимаю ничего. Это защитная реакция психики. Пропал стимул, я ощущаю себя никем, просто оболочкой. Ну, опять же, вероятно, это психологическая защита. Вот, но лично мне кажется, что это просто разочарование во всем. То есть, что бы я ни делал, у меня ничего не получится. Результата не будет. И это правда. Вам никто не гарантирует результат. Никто не может гарантировать вам результат. А вот готовы или видеть что-то делать без результата, без гарантии результата, это вопрос. Возможно, связывается тем, что в семье у меня сейчас напряженная обстановка, нет взаимопонимания с мужем, нет поддержки, отдыха. Ну, а какой ваш вклад в это? Отношение выстроит двое людей. Я поймал себя на мысли, что внутри, в области груди, как будто огромная глыба льда, которая не дает мне дощать. Но об этом я сказал. И, наверное, понятно, что я достаточно ранимый человек и принимаю все близко к сердцу. А это работа с личными границами. С одной стороны. И с умением переживать негативные чувства с другой. Про то, что вы представляете, как умрете, от чего и как, это история про попытку привлечь нематер. Вот я умру, и все будут думать, наконец-то обо мне вспомнить. Тут надо сказать, что несмотря на эти черты, я достаточно упрямо в решении проблем, даже, казаться, чересчур. Если мысли в лепешку расшибиться, надо дойти до хотя бы какого-то результата. Это в данном случае связано с вашей идеализацией результата. Результат важнее всего. Это деструкция. Результат не важнее всего. Важнее всего вы. Ваши чувства, потребности, переживания, ценности и желания. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.